Продолжение следует... 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 Братиям, прихожанам, поющим благотворителям, благоукрасителям святого храма сего и всем православным христианам, и сохранить нам многое лето. Многое лето, многое лето, многое лето. Крова Пресвятой Богородицы Одним из самых почитаемых праздников нашей русской православной церкви, именно русской церкви, потому что, несмотря на то, что это событие произошло в Византии, и на город Византию нападали наши с вами предки, славянские племена, но они были тогда очень языческие, очень жестокие и коварные. Потом они были просвещены светом Евангельским и Христом и истиной, и народ славянский стал совершенно другим. А это они были довольно-таки жестокие варвары, и как варяги, как норманы, так же истребляли все и вся вокруг. Поэтому, конечно, жители города Константинополя в страхе подходили, зная, что с ними будет, что с ними произойдет. Что оставалось в этом делу? Оставалось только дело, да? Молиться. Потому что другого спасения не знали никакого спасения больше не будет. Только надо уповать на милость Божия и на представительство при Святой Богородице. И вот люди собрались в храме, как нам говорит история церковная, да, об этом предание церковное, говорит, что именно люди собрались во Влахернском храме и молились усердно, потому что все понимали, что приходит их последний час. Или они останутся живыми, или они уйдут только уже в жизнь вечную, уже мученики. Конечно, человеческая натура такая, она прекрасно понимает, даже самый верующий человек, ему тоже, конечно, очень тяжело расставаться с жизнью. И мы знаем, что как святые люди именно ждали этого момента с трепетом. Но страх был другой. Страх, он был именно предстать перед Богом не готовым. Можно разделить на три таких категории. И вот таких людей, которые идут со страхом в жизнь будущего века, страхом таким, что я не готов, Господи, пред Тобой. Другие боятся, конечно, именно из-за своих, вот из-за своей такой жизни. Но, по крайней мере, в то же время они тоже каются, просят прощения. Но есть другая категория людей, которые даже совершенно это не нужны. И мы видим, как очень много людей у нас умирает. Да, особенно сейчас мы видим, как много людей умирают. Умирают просто не задумываясь над этим переходом в жизнь вечную. Жизнь будущего века. А ведь к Нему надо тоже готовиться. И апостол Павел так и говорит, что именно, что войди в Царство Небесное, это не пища идеи Царства Небесного, да? А любовь и радость в Духе Святого. Вот когда нас с вами наполняет такая радость неизреченная и легкость, можно сказать, нашей жизни, потому что нет тяжести от сотворенных грехов на каких-то деяниях, то мы с вами приближаемся к Царству Небесному. Находимся в Царстве Небесном. Если этого нет, то мы находимся в другом Царстве. В Царстве тьмы, страха и ужаса. Мы его тоже здесь с вами испытываем, когда мы согрешаем, что-то делаем очень плохого. На душе и в сердце очень-очень неуютно, как говорится. И страшно порой. Но порой люди даже и не задумываются над таким своим состоянием, своей жизнью. И только тогда, когда Господь просвещает человека, Он понимает, а что же я делаю? Надо к кому мне обращаться, да? Да? Господу Иисусу Христу надо обращаться. И тогда он получает вот эту радость. Шаг, казалось бы, небольшой, но как его трудно сделать? У нас практически у всех есть такой опыт нашей жизни. У взрослых людей, можно сказать, печальный опыт такой жизни, когда человек живет не задумываясь, позволяя себе все и вся, жить по-всякому. И другой именно опыт, когда мы переходим от этого образа жизни к другому образу жизни. А первый шаг до перехода, это есть осознание, покаяние. Да, Господи, я согрешу. И вот тогда нам Господь дает сначала прощение, а потом дает с вами радость. Вот этим же людям, которые, византийцам, грекам, которые ожидали вот такого, именно, что с ними произойдет, вдруг пришла радость. Два человека только увидели, что произошло. Это Андрей Христа Радио Родио Блаженного и его ученик Епифания. Другие не видели, но Андрей был человек святой жизни. А Епифанию было открыто по молитвам своего духовного Отца, именно что пришествие Божьей Матери. Когда Матерь Божья вошла во Влахермский храм, то Андрей сказал, смотри, говорит, причистое грядет. И Епифания говорит, вижу, очень ужасаюсь, потому что Матерь Божья шла со своими, со сонным святых людей, со святыми, которые ее окружали. Она подошла именно к алтарю Влахермского храма, встала на колени, помолилась, потом встав, сняла махор, то есть платок, который был покрыт. И покрытая я голова была, честная. И вкинула этот, простерла этот плат над всеми людьми, плат простерся. И произошло, и чудо произошло, враг отступил. Что там происходило, какие были события. Конечно, история об этом умалчивая, ужасы были, что-то другое, но самое главное, это событие произошло. Что самое главное, что Господь помиловал по молитвам Матери Божьей этих людей, жившие в городе Византии. Они были разные люди, тоже такие же. Кто-то был более верующий человек, кто-то был менее верующий, кто-то совсем был неверующий. Византии вообще в то время уже представляло именно такое государство, куда все было перемешано. Там люди жили и верующие, и не верующие, и другие народности жили, и другие веры жили. Хотя мы знаем, что именно Золотой Век, именно Византийская империя, это как раз были ранние и средние века, когда половина империи Византийской жила в монастыре. А люди, даже живущие в миру, творили молитву Иисусу, говорили, Господи Иисусе Христе помилуй, и занимались умным делами, то есть творение Иисусовой молитвы. Не просто молитвы, просто они старались постоянно, каждый день молиться. У них было время, ежедневное, когда это было, утром, вечером, и утром, и вечером, и днем, но они старались всегда обязательно молиться. Они занимались молитвой. И государство очень процветало. Почему? А народ был такой. Если половина империи жила в монастыре, а половина империи в миру, но в то же время, чем она занималась, да? Старалась благочестивым образом жизни. Ну, конечно, империя была очень сильной. Люди-то были духовные, сильные, неленивые, нерасслабленные, неразвращенные таким образом жизни. Вот, расслабленные такие. Мы это видим, как в сегодняшнем мире, как нам подается все, пожалуйста, для того, чтобы мы с вами расслабились, прибегали к разным таким именно наслаждениям. И так наше общество сегодня и называют, общество потребления. То есть потребляли все. Когда, ну, потребляли, вот дают нам что-то, вот и, пожалуйста, потребляй, как жвачку, как животное, жуй ее, жуй, да, да. Только вот живи такой жизнью. К сожалению, у нас такое тоже происходит. Человек не задумывается над своей жизнью. А что дальше? А дальше что? А дальше происходит, мы знаем, что, да? Обязательно мы, от этого никто не уходит, обязательно приходит какой-то конец этому земному существованию. Но как он настанет? Это зависит от того, как мы с вами здесь живем. Живем здесь, задумываясь над этим, что и жизнь вечная. Хотя бы есть, вот, глаза к небу поднимаем. Как-то я приводил такой случай, такой, одного известного притча, одного известного румынского старца, отца Креолка. Когда он рассказывал, что в одном селе, а в Румынии, там же села в основном, они, страна такая сельская. И вот в одном селе жил человек, очень пристрастен был к чему? К уравству. Вот что плохо лежит у соседнего, раз, забирал. Смотрит, лежит что-то такое, забирает. Вот. Жена знала об этом, была верующая. Вообще, румыны очень люди верующие. И вот, в настоящее время, вот, в маленькой стране Румынии, да, находится до 500 монастырей. Представьте, да, в Румынии, что там страна была? Посмотрите на карте какая-то, да. Лоскуточек небольшой, сравните с Россией. 500 монастырей. Ну вот, так что люди там были, и сейчас очень, довольно-таки, ведущие люди. А жена была очень верующим человеком и переживала за него. И вот, как-то он присмотрел на поле, лежат снопы. Подумал, ну вот, я как-то вечером, эти снопы обязательно, пока стемнеет, я их обязательно заберу. Пока никто не видел. Ну, жена догадалась. А он говорит, пойду-ка я вечером, пойду-ка я прогуляюсь. Ну, жена, ну что, хоть как-то уберечь его. Говорит, ну, возьми с собой дочку, погуляй с ним. Может быть, я подумал, может, ему стыдно будет как-то. Ну, пошли. Он подходит к этим снопам, посмотрел направо, посмотрел налево. Потом, раз назад вперед, дочка говорит, папа, а почему ты вверх не смотришь? Он посмотрел, ему стало стыдно. Люди же, воспитанные там в вере, ему стало стыдно. И он, да, Бог-то видит. И он оставил и пришел. И воровать не стал. Ну, это такая принча, история, конечно, очень красивая. Но на самом деле, в нашей жизни тоже быть должно быть так. Мы тоже с вами склонны к очень многому. И дай Бог, чтобы был кто-то с нами рядом, кто-то бы сказал, да, в этот момент, когда мы хотим согрешить, да, посмотри наверх. И вдруг у нас все это проходит. Вот такое на эти. Вот, дорогие мои. Поэтому мы с вами, конечно, все находимся под непрестанным оком Божьим, который нас видит. Но это не то око, которое за нами наблюдает, а, как говорится, вот только что мы делаем. Шаг вправо, шаг в левую, расстрел, да. Нам дается свободная воля. Нам, да, Господь нас видит, но нам не запрещает этого делать. Он нас терпит. До поры, конечно, до времени терпит нас. Потом посылается испытание, чтобы мы оставили какие-то свои вот эти привычки дурные. Но все-таки он нас очень неизреченно любит. И поэтому у нас есть ходатайца перед ним. Это Пресвятая Богородица. Мы слышали сегодня проповеди, когда говорилось, что мы являемся сынами и дочерями Пресвятой Богородицы. Потому что Господь, висся на кресте, Он так сказал, обращаясь к ней, показывая на Иоанна Богослова, «Вот сын твой». А апостолу Иоанну сказал, а вот мать твоя. Вот поэтому мы являемся в лице Иоанна Богослова все сынами и дочерями Пресвятой Богородицы. Она наша с вами мама. Она нас очень любит. Какая мать любит своего бедка? Она нас тоже очень любит. Поэтому, дорогие мои, вот когда трудно, нам надо не забывать, что когда трудно, тяжело, надо пересилить себя и обратиться к Господу Иисусу Христу, обратиться к Пресвятой Богородице. И обязательно наша жизнь исправится лучше. Чего я вам всем, дорогие боги, скажу вам. В Московской школе Забонарей и в Раздничестве на Прихраге, на Коваре Чудотворце, в Соборе, в Москве, в процессе обучения проникал практический и теоретический пульс по основным дисциплинам уставного церковного колокольного звука. История колоколов и колокольного ресурсов. Замеченное знание и навыки в школе Забонарей позволяет предъявить данным дипломам граммам осуществлять канонические колокольные звоны в храмах и монастырях Русской Православной Церкви. Настоятель граммах и древних статей. Валент Тошкин, руководитель школы Забонарей, простите. Вот, Иван Андреевич Алексеевич, поздравите. По городу все-таки лучше. Поэтому и пейте, ищайте, и говорите, и поздравляйте. Попейте шоколады с самого приученства зрения, и дети. Поздравьте, и справьте нам по городу, и с самого здоровья. Это будет, наверное, больше всего, чем у нас доступно. Попейте шоколады с самого приученства зрения, и говорите, и сполайте. Это будет, наверное, слово, как говорится, с корабля на бал. Я рад очень вас поздравить с сегодняшним праздником, покрова Пресвятой Богородицы. Мы не просто так задержались, хотели бы и вовремя к вам приехать, но в храмах Божьих идут божественные тургии, да? Тем более, вот, архиерея, она более такая торжественная, более объемная по времени, поэтому немножко вас опоздали. Прошу прощения, конечно. Хотел бы вам приехать вовремя, но не получилось. Я сердечно рад поздравить вас с сегодняшним праздником, покрова Пресвятой Богородицы. Праздник, который мы почитаем, особенно здесь, на этой земле, на казачьей земле, Курюпинской, других землях казачьих он очень почитается. Вообще он в России очень почитается. Вот интересно, да? Есть такие события, которые происходят в других странах, и такие люди, которые живут в других странах, но они почему-то бывают больше известными именно в других местах, чем у себя народы. Вот это событие произошло в X веке в Византии. Это сейчас Турция современная, куда едут отдыхать, Анталия, там как называется, да, вот современные, туристические разные отели, прекрасные условия отдыха. А более тысячи лет тому назад это была Византийская империя. Это чудо произошло в городе Константинополь, столице Византийской империи. Город был большой, очень мощный, огромный город был. И на этот город напали, знаете кто? Не, не немцы, не татары. Наши с вами предки славяне. Но они были тогда язычниками. Кто такие язычники? Язычники, которые верят в языческих богов. Кто такие языческие боги? Что такое языческие боги? Ну вот человек придумал себе идола и поклоняется ему. Вот, например, есть бог пьянства, он поклоняется ему. Есть бог обжорства, он поклоняется. Есть бог любления и денег, он тоже поклоняется ему. Есть бог такой зависти, он тоже поклоняется. Скажите, хорошие боги или не очень? Вот они были, эти наши с вами предки были язычники. Поклонялись так называемым языческим богам. А Византия была столица империи. Много храмов, много людей жило. Много приезжало всяких торговцев, купцов так называлось. Большие были промышленные предприятия. И, конечно, захотелось это все разграбить. И когда окружили, то византийцы подумали, все, все. Стали молиться. Ну что делать, когда опасность? Вот когда опасность наступает, ну что остается делать, скажите? Сдаваться? Что остается делать? Вот молиться. Вот люди поняли, что нужно молиться. Стали молиться. И среди молящихся находился очень почитаемый святой. В Константинополе блаженный Андрей Христов. Вот она подошла, прошла среди молящихся, подошла к храму, к алтарю. Знаете, что такое алтарь, да? Подходите, когда в храм, видите, самое именно главное место в храме – это алтарь. Вот она подошла, поднялась по этим ступенчикам к алтарю, встала на коленях, помолилась. Потом повернула, встала обратно с колен, поднялась, взяла мафор, то есть платочек, которым она была покрыта, платок, плат. И раскинула над всем народом. И вот тогда Андрей понял, что будет чудо. И на самом деле чудо произошло. Что было? Какое-то смятение у наших с вами предков, славян. Или кто-то испугал, или что-то случилось там, у них на родине. Но они сняли осаду и ушли от Константинополя. Но что самое интересное другое, что оказывается предки этих нападавших славян, мы с вами, больше почитаем этот праздник, чем те, которые были в этом городе. Парадокс, правильно? Странно? Скажите. Странно. Мне кажется, странно. Но странного ничего не бывает. Потому что славяне стали людьми верующими, христианами. И они увидели, что это чудо Матери Божией. Вот. И их сердца стали более мягкими. Вот. И мы с вами сегодня празднуем этот праздник, замечательный покров Пресвятой Богородицы. А покров, значит, над всеми с вами. Он простирается. Он нас защищает. Нас с вами тоже защищает. Знаете, как, вот, идем куда-то, попросили Матери Божией, Матери Божией, помоги мне, пожалуйста. Смотришь, вот, и с нами никакой горести не происходит. Вы знаете, как за нас молятся и просят об этом наши родители, за вас всех? Очень просят, да, чтобы вы все были очень хорошими, добрыми людьми. Добрыми, послушными. И, конечно, добили в жизни что-то очень, очень значимого. Мне кажется, самое главное, чтобы вы в своей жизни добились того, чтобы вы обязательно помнили своих родителей. Помнили свой город Урыпинск. Помнили свою школу. Будете помнить ее? А? Или не будете? Что ж так грустно? Что вам здесь плохо так? Ну, а что ж там? Будем помнить школу? Ну, молодцы. Вот, 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 вот теперь я знаю. Вы школу будете свою помнить. Дмитрий Владимирович, видите, сколько у вас оказывается потенок. Тех, которые будут, вот вырастут, они будут большими, да, как вы, вот такой. Большой и красивый. И также будут приходить в школу и помнить, вот у нас был замечательный директор Дмитрий Владимирович. Так что, и он обязательно почитал праздник Покрова Пресвятой Богородицы. И нас тоже привычал к этому замечательному событию. Поздравляем. Дмитрий Владимирович. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать на наш канал!